Рак – это не приговор. За полгода до этого один человек мне сказал, пройдите как. Я прошел 4 химиотерапии, мне сказали 8 нужно. Я говорю, не хочу, чтобы это мама услышала. Она пожила, и может, если услышит, и это просто... То есть она не знала, да? Она не знала. Не Бог лечит, а вера в Него. Так что нужно быть осторожным в желании. Только хорошие желания. Порой часто спрашивают, а вы вообще снимаетесь? После «Великий тел» снимались? И в такие моменты должны. Вы меня, конечно, удивляете, Мурат. Я не знала, честно, что вы еще такой крутой художник. Телефон не звонит. И никуда тебя не приглашают ни на фильмы, ни на кастинги, ни на пробы, ни на чьи. Я себе не оставляю вариант бы. Только... Вначале я думал, просто нарисую лицо какое-то некое. А потом уже так получилось. Ну, говорят, все художники рисуют себя, поэтому так вот в итоге получилось, что это я оказался. Слушайте, ну техника очень такая сложная на самом деле. Вы же в художке не учились? Нет, не учился. Нет, это... Забыл, как называется. Мозаика? Мозаика, да? Да, в мозаичном таком варианте получилось. Почему с себя начали? Просто лицо, думаю, нарисую какого-то там мыслителя. Или просто такого человека задумчиво. И получился сам, да? Вот я говорю, художники же говорят, себя рисуют в итоге. Да, да, да. И получается себя нарисовать. Я читала ваше интервью, 2009 год. Вы уже тогда говорили о том, что вы пишете картины. То есть вот эта любовь к искусству когда началась? Любовь к искусству? Ну, сколько себя помню. Потому что я рисовал всегда. Еще в Козлорде? В Козлорде, со школьной скамьи. Я разрисовывал все, что можно, стенки, парты. Потом меня заставляли строгие учителя стереть все это. Я знаю, что я первое рисовал. И долго очень рисовал. Это лошади. Здесь это все-таки отразилось. Это уже казахская кровь. Ну, наверное, да. Я очень любил лошадей. Жил у бабушки в ауле и был привязан сильно прямо к лошадям. И получается, со школьных времен, да? Со школьных времен. Но при этом вы нигде не обучались. То есть не было там соседа художника, дяди художника. Это талант? Ну да, наверное, талант. Ну, самообучением я занимался, конечно. Больше как-то по наитию, как чувствую. И этот талант передался вашей дочери Диане? Да. Да? Давайте посмотрим. Здесь работы Дианы, я вижу, да? Тут работы Дианы, они не маслом исполнены, а вот, как она говорила, ручками, гелевыми. И там практически ничего заранее не придумывалось. Рука просто сама шла, и вот эти картины у нее так просто получались. А когда вы заметили, что доча тоже рисует? Тоже она маленькая была, и картины, и в принципе, она именно в таком стиле всегда рисовала. Ну это сколько лет ей было? Лет пять, шесть, семь? Семь, восемь, наверное. Но всегда говорил, это у тебя художество. Я себе говорил, что ты художник со своим стилем, а то, что я рисую, я всего лишь просто копирую. Там все, что есть в природе, допустим, тех же лошадей, людей, ну это же есть в природе. А вот такого, в общем, я высоко ценю ее картины больше, чем свои. Это вот честно. А сыновья? Творческие люди? Сыновья нет, старшие, он больше технические. Как ты что говорил, он на все мои уговоры, он не хотел. Я говорил, что может быть оператором станет или художником-постановщиком, либо в каскадерскую группу будет это. Он сказал, мне это не нравится, поэтому я не стал настаивать, он в другую ушел сферу. А младший сын, он творческий, да, я как-то купил ему гитару, думал, прям, я сам играю на гитаре. И что он полюбит это, он один день попринчал и выкинул. Потом говорит, ну понятно, значит, ему это неинтересно. Через несколько месяцев он просто взялся за гитару, причем попросил электрогитару купить, и прямо начал осваивать. Это было ему 14-15 лет. И в 15 лет он, по-моему, первый, то, что он самостоятельно сыграл, вместо таких обычных аккордах, там, ля минор, там, ре мажор, он сыграл шейпов махат, по-моему, стинга. Я был тогда удивлен очень, и я понял, что он все-таки творческий человек. И с тех пор он играет в металл-группе, в двух группах, пока название не буду говорить, но они уже сделали много концертов, где-то на 10-12 в Казахстане и, по-моему, в Узбекистане, где-то еще за рубежом. В следующем году планируют уже где-то на восточную группу выходить. Вот видите, не зря вы купили гитару. Да. Говорят же, чтобы дети читали, нужно просто книги оставлять, да? Да, да, да. В один прекрасный день. Раскидывают, и что там, к чему потянется, да, так и вышло. Мне вот интересно, вы родились и выросли в Казаларде, но при этом выбрали для себя такую профессию, актер, кино, да? Хотя я знаю, что вы работали в свое время охранником, да? Ну, кем я только не работал, и в охране тоже. Но душа всегда хотела в кино, да? Когда я говорил знакомым, там, друзьям, друзья, ладно, еще как-то поддерживали, а знакомые, они крутили у виска пальцами и говорили, каким образом ты хочешь кино сниматься? Я говорю, ну, не знаю, я буду сниматься обязательно как-то это. Я при этом не знал, что для этого нужно учиться, что для этого нужно поступать, там, быть хотя бы в этой среде. Я просто знал, что я этого добьюсь, когда-нибудь так получилось. Ну, у вас круто получилось? Знакомьтесь, это наш старший брат, Руслан. Суденческие губы, он держал все очаги в округе. Вообще, рэкетир – это такой, как бумер, как бригада, да? Фильм, который посмотрели абсолютно все. Да? Ну, да. Вот мне интересно, как ваша семья тогда переживала вот этот ваш взлет? Недавно вспоминали, и супруга говорит, мы пошли на этот фильм, когда шел прокат, самый последний день, когда он уже завершился. Мы пришли, посмотрели, как бы посчитали, что это нормальный фильм. Да, просто, а потом, когда видели реакцию, когда стали много писать об этом, говорить, уже как бы… Для нас всех, честно говоря, было это неожиданностью. Вот недавно встречался с Сахаром, Саятом, когда по поводу третьей части они говорили, просто беседовали. И мы все сошлись на той мысли, что мы, в принципе, снимали без расчета, что это будет что-то такое невероятное. То есть вы не подозревали, что вы так выстрелили? Вообще не подозревали. Снимаем, снимаем, ну да, хорошо снимаем. Такие интересные фразы и смешные, да, какие-то. Не более вообще. И Ахан тоже как бы дежурную работу делал. Я хочу, вот, снять, ребята, давайте вот так вот так сделаем. И он один из первых, кстати, Ахан Сатаев, кто съемки именно организовал, именно вот более, как сказать, слаженно, что ли. Если до этого я был на площадках, это было такое, как бы, старосоветское, то есть приходишь, там какой-то нет какой-то определенной дисциплины, у Ахана уже было все по-другому, уже поставлено. Как менеджер, да? Да, да, да. То есть приходит, актер отдыхает, он сидит, здесь его гримирует, час по часам и начинаем, потом заканчиваем. И это нам всем очень понравилось. Поэтому, когда сейчас видим такие площадки, как у Ахана, мы с удовольствием идем, мы знаем, что там, прежде всего, дисциплина, уважение есть, и это здорово. Все ваши роли, которые вы играли, они похожи на вас в жизни? Да, конечно, все похожи. Можно сказать, что актер, когда играет в кино, он все-таки свое привносит. Свою привносит и играет себя. Разумеется. Ну, немного, да? Ну, во всяком случае, в моем случае, мне очень трудно с моей физиогномикой, физиономией, трудно что-то такое, да, хотя я очень хотел, и у меня даже были роли такие. Но все-таки, я думаю, лучше в пределах, такое, как бы сказать, гармоничнее, чтобы это выглядело. Не выглядело, что человек из себя выдавливает что-то там, я не знаю, здравствуйте, я ваша тетя, да, играет там переодетую женщину. Это трудно представить, хотя и можем сделать, но это как-то немножко будет такое, выдавливает, что вот, посмотрите, я все могу, да. Ну, мне кажется, ну, в моем случае это не сработало бы. Поэтому в каждом есть, наверное, мое, прежде всего, какое-то вот, трудно сказать, но иногда режиссер доверяет, он говорит, вот как ты сам чувствуешь, так и сыграй. А потом мы уже посмотрим, где я тебя чуть-чуть поправлю. Поэтому инициативу всегда, как бы, дают мои руки, мои руки. Либо режиссер, конечно, конкретно говорит, мы будем сделать так, отдаляться максимально от этого, вот такую линию делать. Ну, что ты делаешь, что удовольствие. Ну, еще я бы хотела отметить, что вы все-таки выиграли, да, в этой генетической лотерее, уже родились таким красивым, высоким, да. Классно, что передали эту генетику своей дочери. Я знаю, что она была моделью на подиумах Парижа, да, дефилировала. И вот ваша генетика, плюс, да, ваша любовь к бодибилдингу, ваша роскошная фигура, да, то есть она позволяла вам не ходить на кастинги? Вот просто ждать, ну, в смысле, я и так красавчик, все знают, что если нужна будет роль, там, Хана, позовут меня. Да нет, все-таки я ходил, да. Другое дело, когда проводились кастинги, и меня не приглашали, они мне говорили, почему ты не сходишь? Все ходят, даже если их не приглашают. Я считал, что это, говорю, зачем навязываться? Все знают, я в открытом доступе, вот телефон. Если пригласят, я приду, а так, приходите, ну, если тебя не видят в этом. Ну, в общем, я не люблю навязываться. Наверное, больше половины из моей фильмографии, а их где-то около 40 фильмов, чуть больше, может, режиссеры приглашали именно меня. На определенную роль, да? На определенную роль, сценарий писался именно под меня. И всегда сходилось? Всегда сходилось. Всегда? То есть не было такого, что что-то мы поторопились? Вот так вот вспомнить. Возможно, и были, там, пару там проектов, в целом, да, всегда сходились. Ну, потому что они отталкивались от предыдущего багажа. Но вам, как актеру, хотелось сыграть вообще вот совершенно что-то другое? Как это? Потому что мне кажется, вы всегда играли такого, альфа-самса. Ну, да. К сожалению, к сожалению, в широкое публике известны такие, более такие вот яркие фильмы, и мало кто знает вообще. Порой часто спрашивают, говорят, а вы вообще снимаетесь? После «Велики тел» снимались? И в такие моменты, да уж. Зачем я снималась в 38-ми фильмах? Ну, да, в 30-ми... Как вот так можно говорить? Говорить. Я говорю, ну, ладно, отпускаем. Есть разные фильмы, есть разные образы, я вообще не на это не могу жаловаться, честно говоря. Ну, кто хочет, он всегда найдет, их посмотрит. Там совершенно разные образы. Другое дело, когда у человека засело, и то он как бы с призму своих пониманий смотрит. И поэтому он говорит, да, он везде одинаковый, он везде самого себя играет, такого хмурого, брутального мужика. Нет, на самом деле, нет, конечно. Я его брат. Я что-нибудь придумаю. Я поверил. Деньги, Зора. Мне нужны мои деньги. Целься в туловище, не в голову. Голова слишком маленькая. Вот сюда. Ты согласен взять в жены зере? Пошел. Жалеешь, что не дождалась тебя? Че? Че Гевара, на Кубе были? К сожалению, еще нет. Надеюсь, когда-нибудь попадут. Ой, там классно. А вы были там? Да, я была там. С этого острова сколько спортсменов есть великолепных. Начиная там с Теофила Стивенсона и Михаила Лопеса, который пятикратно олимпийским чемпионом стал. Я очень люблю вообще про Кубу. Какие-то блоги смотрю с удовольствием. И, может быть, когда-нибудь там побываю. Че Гевар, ну, это образ, который меня преследует с моего советского детства. Поэтому, да, он человек, конечно, неординарный. И не сказать, что прямо интересный, конечно, человек. А вы писали с фотографии? Да, конечно, с фотографии. Я же говорю, я вот рисовальщик, вот что я вижу, в моем художестве такого прямо ничего нет. Мурат, а как бы вы знаете, вот, например, это же для того, чтобы вот так круто передавать эмоции человека, да? Это же надо знать вот эту технологию, технику. Ну, как-то само это получается. Ты изучаешь, анатомически смотришь. Я изучал анатомию сам, прямо по учебникам, потом это пробовал. Я, ну, в общем, не знаю, человеческое тело, лицо я прямо с удовольствием люблю изображать. Ну, видите, здесь природы нет, никаких пейзажей. Ну, получается, что и кино, и арт вы изучали самостоятельно? Самостоятельно. По книгам? По книгам, по видео, я просто смотрел фильмы и старался копировать, старался себя на видео записывать. Это было практически, и даже до сих пор продолжается. Такое MBA на дому, да? Да, да. То есть вы сами себя обучали? Сам себя обучаю, я беспощадно себя вообще, да. И очень, как бы, придирчивался. А когда готовитесь к роли, сколько времени у вас уходит? Если роль интересная, я работаю над ней долго. Это занимает, не знаю, 24 часа, я даже сплюсь с этой ролью. Если менее интересная, скажем, то могу просто спонтанно что-то на вдохновение сделать. Вы меня, конечно, удивляете, Мурат. Я не знала, честно, что вы еще такой крутой художник. Так, это у нас кто? Это у нас Малькольм Икс. Тоже такая личность в Америке, которая, по-моему, организация Исламского государства. Ну, опять-таки, мне, как неординарная личность, просто нравилась. Мне нравится рисовать вот таких личностей почему-то. У меня еще дома лежит рисунок Муаммара Каддафи. В общем, понимаете, да, вот революционеры, люди, которые выбивались из общих. Это почему-то мне прямо они привлекают, и я хочу прямо их рисовать. То есть сначала вы увлекаетесь биографией человека? Ну да. То есть сначала вы изучаете, влюбляете? Ну, не всегда, но бывают люди, которые просто необъяснимо притягивают и все. Просто рисую их. Мне очень нравится Джокер. Джокер, да. Почему, кстати, Джокер? Во-первых, Хоакин Феникс мой один из любимейших актеров. Я был впечатлен этим фильмом очень. Я сидел после просмотра Джокера раздавленным прямо, очень впечатленным этим фильмом, и вот написал сразу. Ну, опять-таки, просто личность впечатляет, нравится, и я прямо сразу начинаю ее рисовать. Я смотрела несколько ваших интервью, где вы несколько раз говорите и подчеркиваете, что все ждут от тебя хорошего настроения, позитива, что у тебя все хорошо всегда, что это такая обложка. На самом деле у человека в жизни могут происходить очень сложные вещи. И вот вы говорили о том, что вы были очень долгое время, по-моему, после рикетирования, депрессии, да? Ну, это, наверное, чуть позже было, да, когда ты, как тебе кажется, что про тебя забывают. Телефон не звонит, и никуда тебя не приглашают ни на фильмы, ни на кастинге, ни на пробы, ни на чего. Ну, в такие моменты, волей-неволей, конечно, ты задумываешься, а вообще правильное дело занимаюсь, вообще талантлив, я вообще правильный выбрал путь. Это, как бы, давит на тебя. Поэтому, конечно, некий такой, будешь меланхолию какую-то, да, и думаешь, ну... Сколько вы были в депрессии? И была ли вообще эта депрессия, или, может быть, это просто была, ну, такая вот осенняя хандра? А, да. Возможно, возможно, человек, он такой обманчив, внутри себя сильно обманывает, поэтому, возможно, да, так. Возможно, я считал, что я такой вот, сижу, весь такой непризнанный гений, тоже, может быть, не буду лукавить, возможно. Ну, сколько это было? Переоценивал себя, возможно, там, себя считаешь каким-то... Вот вы же не знаете, какой я вот талант, какой у меня богатый вот этот ремир, да. А на самом деле люди видят то, что видят, на самом деле, и они больше правы. Потому что они со стороны тебе говорят, а ты предвзятый к себе относишься. Вот ты внутри думаешь, ну, я же вот хороший. Ну, вам хотелось доказать всем, что вы лучший? Доказать? Для этого нужна площадка. Нужно, не знаю, где-то выложить какой-то проект или там, когда режиссер тебя пригласил, и прямо сказал, вот это твоя роль, и ты должен там действительно сам показать, какой-то грани каких-то своих талантов, расширить, показать зрителям, что да, да, я вот посмотрите, я делаю это. Ну, как вы думаете, вот вы свой потенциал на сегодняшний день, а на сколько процентов прям использовали? Трудно сказать, но первая мысль приходит, наверное, на 50 процентов. То есть еще, можно сказать, вы только начинаете? Да, да, да. Несмотря ни на что, несмотря на мою болезнь, еще что-то, я думаю, что еще 50 процентов может сделать. А вот болезни, когда вы узнали о том, что у вас такой сложный диагноз, как-то поменялось отношение к жизни? Ну, особенно, когда только узнаешь, конечно, да. Да нет, вообще, наверное, меняется. Какие-то ценности, может, меняются, да. Основные остаются, но то, что там не приглашают или каких-то там где-то меня нет, это уже не важно, ничего страшного. Когда, ну, как бы, ты уже более такой понятный и более принимаешь людей таким, общество там, допустим, такие, какие есть, какие есть, поэтому предъявлять ты можешь только себе, какие-то обиды или там. Поэтому, да, наверное, ты проще смотришь на какие-то вещи, на какой-то там внешний мишур. Я, наверное, более закрытый был. Сейчас я больше открытый и больше к общению. Я встретил очень много за последние месяцы, да, людей, которые прямо хорошо ко мне относятся, оказывается. Это был большой такой, ну, небольшой, но сюрприз, приятный, когда приходили, и слова поддержки, и вообще там любая помощь даже, пожелания какие-то. Мне кажется, вы узнали, наверное, о том, что вас весь Казахстан поддерживает. Со всех стран, даже с Америки писали, вот, с Баку, с Кавказа, там, не знаю, кто-то там с Юры, с Японии писали. Они говорят, мы можем помочь, там лекарства вам вышли бесплатно для начала. Если вам поможет, вы потом уже. То есть со всего мира, можно сказать, вот так вот писали. И поддерживали, я был, конечно, ошарашен. Дало вам это силы? Конечно, конечно. И я, как бы, для себя решил, да, после того, как мама моя позвонила, она тоже пожилой человек, как бы, ну, в связи с возрастом, но не такой, прям, вот, здоровый, да. Ну, когда она сказала, ну, Муратика, у тебя все будет отлично, вообще не переживай. И то, что вот зрители, да, вот, это поддержали, то есть люди. И для меня это было такое, знаете, я вот обязан просто выздороветь, я обязан вернуться. Я, Бог, я надеюсь, что так и будет. Ваш диагноз, насколько я знаю, очень такой сложный, да? Рак головки поджелудочной железы. Это такое вот место, тонкое сплетение всего, что хирургическая операция, это, ну, крайне редко берется, крайне-крайне редко. Поэтому мне нужно больше иммунитет поднимать. Просто вырезать нельзя, да? Просто вырезать нельзя, конечно, да. Это должен быть прям большой консилиум. Не каждый профессор даже возьмется, насколько мне это известно. А какая стадия? На второй стадии, да. То есть вот когда вы четыре месяца назад узнали, это была вторая стадия? Вторая стадия с метастазами, да. Вы сразу начали лечение? Ну, разумеется, разумеется. Я прошел четыре химиотерапии, мне сказали восемь, между. Но после четвертой мне, вот, не знаю. Вот, как только что я говорил, я больше доверяю внутреннему голосу, я сказал, этого достаточно. Во-первых, ну, кто знает химиотерапию, кто проходил, они знают, какой это очень плохой состояние, который где-то лечит, но, с другой стороны, она сильно как бы портит твое здоровье, это сердечно-сосудистую, печень, естественно, все внутренние органы от этого страдают. Да, казалось бы, да, хотя вот там может и работать над опухолью. Поэтому я решил, ну, сейчас, наверное, не буду пока говорить, другим методом лечить, не каким-то там народным, целительским, всем так каким-то, да. То есть это медицина? Медицина, да, тоже. Я решил попробовать, по результату я потом могу уже, как бы, сказать, но стопроцентной гарантии никто не дает, естественно, да, врачи с таким диагнозом, ну, рак вообще, никто не дает стопроцентной гарантии, естественно. Поэтому даже те же врачи, они говорят, иммунную систему поднимать, если у вас есть возможность, есть желание, вы должны испробовать все, все, что нужно. Но вы решили для себя, что вы будете лечиться в Казахстане? Да, это почему-то вот тоже мой внутренний голос сказал, хотя приглашали, и говорили, что даже могут устроить постраховки, где-то там даже по каким-то, типа, квотам зарубежным, объясняли какие-то схемы. И Южную Корею, и Германию, и Турцию, и Индию, в Америку даже говорили, если что поможем. Ну, от этих гарантий нет. О том, что вы заболели, мы узнали у Цаята, когда он опубликовал на своей странице, он, я так понимаю, сделал это с вашего, да, разрешения? Заболел наш коллега Мурат Бесембин. Все вы его прекрасно знаете по фильму «Рекетир». Он сыграл старшего брата Руслана. У него онкология, сейчас он проходит лечение, не падает духом, у него все получится, он выздоровеет. Да, он спросил, мы встретились до этого, а до этого еще мы встретились, созвонились с Жаном Байжабаевым, который предложил это. Говорит, Мурат, ну зачем об этом скрывать, скажи. Ты же понимаешь, что мы актеры, мы не можем там прямо миллионы иметь, если бы было бы, тогда, конечно, было бы, можно сам потихаря все это сделать. Я сказал, я говорю, не хочу, чтобы это мама услышала, она пожила, и может, если услышит, и это просто… То есть она не знала, да? Она не знала, да, он говорит, ну это не знаю. В общем, мы договорились на том, что Жан там среди своих друзей только скажет, да, друзья там помогли, как кто смог. А потом при встрече с Аханом, с Атаем, мне хотелось просто общаться с людьми, с Аятой, вот они как раз проект закончили, мы прямо встретились, да, чашка чая. И посоветовавшись все-таки, они говорят, надо, надо, если ты сам не хочешь, вот я и сделаю все. И я говорю, ну ладно. А то, что мама, ну не знаю, по-моему, мама в такой момент становится, не знаю, сильнее, что ли, и они будут ждать, пока сын не выздоровеет. Такую мысль даже мне сказали. И на самом деле это сейчас происходит, она мне звонит каждый день, она, казалось бы, я все время поддерживаю, мам, не переживай, у нас все хорошо, там, это, а тут я слышу это из уст мамы, что Мурат, все будет отлично, вообще не переживай, только позитивные мысли. И я тоже вот сейчас могу зрителям сказать, моя система такая, я себя окружил только позитивными мыслями, я смотрю, как это происходит. У меня практически круглосуточно стоит YouTube или какие-то фильмы, которые мне вызывают положительные эмоции. Это вот подсказка, да. То, что с детства какие-то мультики даже я смотрю, они круглосуточно крутятся. У нас семья и так дружная, ну мы разговариваем на какие-то темы очень интересные. И я понимаю, что я забываю обо всем на свете вообще. И в этот момент я чувствую вообще обычный себе человек без болезни, без ничего. Друзья приехали, близкий друг так получился, что я ему не стал расстраивать, когда он один раз приехал, он сказал, ладно, 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 он приехал, я говорю, да, чуть-чуть приболел, ничего страшного, не стал. Мне казалось, что он сильно расстроится. А потом, когда он увидел, Мурат, ты что, блин, тут же приехал ко мне, 4 дня со мной побывал, мы прям веселились, хохотали, детство вспоминали. Это самая лучшая, наверное, терапия, которую может человек себе позволить, не уходя в себе. Ну и поддержка, прямо родителей, близких, самый супер. Я вообще всю жизнь тренировался, я люблю ходьбу, тренажерный зал, еще что-то. Врачам, когда говоришь, они говорят, ну, нужно сократить, кто как, аккуратнее, там, еще что-то. Я ничего не слушаю, я потихоньку все равно занимаюсь, это вызывает, не знаю, прилив адреналина, эндорфина, как это называется, гормоны, для счастья. Я кайфую. Сератонин, дофамин. Да, 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 сератонин, дофамин, все это выделяется. Я говорю, вот они не знают, потому что они не спортсмены. А я вот этими тренировками, во-первых, они у меня в памяти вызывают те от них здоровые. Эмоции, да? Эмоции, да. И я себя чувствую, да, я говорю, это нельзя отказаться, надо тренироваться. Не так, конечно, как раньше, но во всяком случае не сидеть и лежать, ах, я болею. И теперь все развлекайте меня, и все, нет, конечно, да. Поэтому сейчас я организовываю вот эту выставку. Вообще это ничего не должно значить. Когда ты занят, тебе вообще не добавили, ты не думаешь, что-то у тебя вообще нет. Но параллельно вы проходите курсы радио. Конечно, конечно. То есть это тоже важно. Это очень важно, очень важно быть занятым, нужным людям, да. Себя чувствовать. Ну и параллельно лечиться, да? Да, очень важно. Вы сейчас вот лицом к лицу столкнулись с этой самой ужасной болезнью, да? Мы все знаем, что она очень дорогая, дорогостоящая, да? Чтобы ее победить, нужны деньги. И вот сейчас наверняка каждый раз, каждая терапия, каждый курс наверняка стоит очень дорого. Несомненно, несомненно. И, скажем, какой-то буфер тебе помогает на какое-то время понимать, что ты можешь еще себе позволить лечение продолжать. Какой-то вот... И дает надежду, да? Надежду на то, что, да, ты... Ну я могу сейчас сказать о том, что мы рады, что мы можем с казахстанцами, да, все объединиться и помочь вам победить эту болезнь. Да, конечно, мы можем. Мы можем также собрать деньги и отправить вам на счет... Разумеется, разумеется, да. Я вижу, что у вас есть настрой. Есть. Я вижу, что вы настроены победить болезнь, продолжить сниматься в кино. Без вариантов. Еще без вариантов, только победить. То есть вот это очень крутое качество. То есть вы не позволяете ни одной плохой негативной мысли проникнуть в вашу голову. Ну, как говорится, я себе не оставляю вариант B. Только победить и вернуться. Так оно и есть на самом деле. Дали себе какой-то дедлайн? Дедлайн. Что вот, ладно, Мурат, я сейчас поболею чуть-чуть, потом... Вот именно я так и отношусь. Вот Мурат сейчас поболел, ну и хватит, да. Пора уже как бы... Бывает же простуда. Неделя прошла, ну все, хватит. У меня отношение именно такое. Возможно, кому-то покажется это легковесным, но я так именно себе внутри вот настроил. Да даже не настроил, просто сам по себе я такой человек. Поболел и хватит, все, надо вставать там. Ни в коем случае вообще не думать, не сдаваться. Просто дальше делать, работать над собой там. Вообще жить полноценной жизнью, полноценной жизнью обязательно. Я думаю, что каждый человек, который сталкивается с раком, он наверняка начинает анализировать, в какой момент что-то пошло не так. Вы делали такую аналитику? Ну, можно назвать это аналитикой, наверное, когда ты вспоминаешь ощущение, когда-то что-то от тебя и там проскакивало, да, какое-то. Во-первых, скажу, действительно, да, лучше перестраховаться. Вот сейчас есть чекапы, да, рекламерные? Вот советую раз в год, раз в полгода проходить чекапы. Оно просто стоит того, чем, ну, потратите там вы какую-то сумму, день, который тогда... Тысячу долларов чекапы. Забудете завтра даже, куда мы не тратим, зачем тысячу долларов. А если выявите на начальном этапе любую, не то, что там вот такую, да, болезнь, рак, там еще какая-то сложная, какие-то вот какие-то... Это лечится легче. Возможно, там даже не надо будет лечиться какими-то терапевтическими, какими-то легкими этими вылечить. Это надо очень заботиться и серьезно относиться к этому. Вы не проходили чекапы? Я чекапы. За полгода до этого один человек мне сказал, пройди чекапы. Я говорю, зачем? Просто по обещанию пройди чекапы. И вот это наше хазахство. Ой, что там чекапы какой-то мне проходить. Жив-здоров там, я вообще такой... Ну, вот так и вот... А потом я вспоминаю, почему? Я говорю, потом спросил у этого человека, почему ты мне так сказал? А мне показалось, у тебя какой-то цвет кожи, что ли, какой-то другой. Ну, так вот, почему ты... А когда вы начали терять вес? Супруга сказала, я начал подозревать о неладном, когда ты, говорит, стал тренироваться, там, вот, объявил, я объявил, там, через инстаграм, я буду заниматься, сейчас хочу вот прямо набрать, так это... Но ты, говорит, упорно не набирал. А я считал, что я 6 лет уже занимаюсь периодическим голоданием, я раз в сутки кушаю. Я говорю, ну, наверное, желудок уменьшился, я то, что кушаю, и как бы это у меня нет. Я говорю, ну, да, хорошо, два раза буду в день кушать. И это все равно у меня. А и супруга начала говорить, ну, это что-то не то. И аппетит. Вот ты кушаешь, кушаешь, и ты можешь на пол вот, а откусил, и все, дальше не хотеть кушать. И я тоже относил к тому, что вот, видимо, организм такой выработал этот Мурат, все, хватит кушать. А это вот и были первые знаки акации. А мы всегда считаем, ну, вот так вот, наверное, ладно. То есть важно следить за какими-то вот такими. Ну, не быть там, конечно, сумасшедшим прямо, каждый раз там мерить давление. Но, тем не менее, если что-то у вас новое в жизни появилось, какие-то ощущения, лучше на всякий случай проверить. Но еще потом, я думаю, ЖКТ, это всегда про питание, да? Иммуносистема вообще это ЖКТ. А, да? Это кишечник. Вы смотрите, я думаю, что это как-то связано, наверное, с вашим киношным питанием. У вас же называют кинокорм, да? По сути, нормальные актеры-то и не питаются? Ну, часто, да, часто. Нет, в данном случае я считаю, что здесь сработал мой образ жизни. Потому что я, вот как я говорил, 6 лет на периодическом голодании. Но не в этом периодическом голодании. Не буду людей пугать, это хорошая вещь, кому идет, у кого нет проблем, ЖКТ. А я 6 лет практически с утра выпивал энергетик спортивный и целый день на этом ходил. Потом я 6 лет пил колу без сахара. Все время до вечера я пил колу без сахара, который глушил на меня вот этот аппетит и все это. Я считал, что это круто, я нашел такой способ, а вот он все-таки это сработало каким-то вот этим буфером. Ну, не буфером, а вот толчком к этому. Ну, я считаю, что одно из... А знаете, о чем подумала, когда вот узнала о том, что вы заболели? Я подумала, вот вы же все-таки бодибилдер. Спортсмен. Спортсмен, да. И вот эти вот мышцы такие, да, всегда любитель. Я почему-то подумала, что как-то, может быть, это связано с этим спортивным питанием. Там же всегда вот для того, чтобы нарастить вот такую невероятную... Динар, я с детства, то есть с подросткового возраста я знал, что есть питание, протеинами, кислоты и все остальное. Но вы не пили, да? Никогда не пил. Не из-за того, что предвзято относился, но я не очень доверял. Потому что я считаю, что все-таки обычное, нормальное здоровое питание, это куда лучше. Вот я знаю, что у вас в одно время бицепс был почти 60 сантиметров. Это моя талия, если что. То есть это без вот этих всяких добавок. Спортивное питание я не употреблял принципиально практически. Я всегда говорил, ну то, что мама приготовила, это самое лучшее для меня. То есть это вот можно было с помощью железа вот так вот накачать? Ну, у меня хорошая генетика была, да. 60 сантиметров? Да. Это трудно поверить, но это было, да. Ну, 50-80 с половиной. Я знаю, что вы мечтали попасть на какой-то конкурс, да, среди бодибилдеров. Мистер Олимпия, да. Я прям хотел чемпионом, вот Шварценеггер для меня кумир прям был. Один раз я даже выступил, это было. Я из Казаларды в 91-м году, мне было 19 лет. И я выступил на чемпионате Казахстана. От Казаларды у нас несколько ребят приехал. Ну, что-то вот, знаете, это, наверное, какой-то нужен быть характер, когда ты уходишь в одних плавках на сцену, да, и что-то там такое, это, я посчитал это как-то каким-то этим постыдным. Хотя нет, это спорт такой. Но для себя решил, я буду развиваться, если... Вышли вы тогда на сцену? Я вышел, да, выступил, меня отметили, сказали. Во-первых, они не знали, что в Казаларде есть такие ребята, говорит, ну ты... Красавчики. Вообще, да, говорит, где ты тренируешься, да, я говорю, в Казаларде. Приехал, у тебя вот какие-то вот прямо вот откуда такие руки? Ну, это генетика, говорю, да. Тогда отметили, даже вице-президент, по-моему, был такой человек, Борис Петрович Китинский. Я почему-то запомнил, он подошел, он говорит, набирай массы, тренируйся, да, потом у тебя будет все отлично. Такой, да, хорошо, хорошо. То есть генетика, питание, мамина, вы говорите, да? Дисциплина и спорт могут создать вот такую невероятно шикарную фигуру. Фигуру и вот этот внутренний дух, который во мне остался с этого спорта. Когда ты преграды не знаешь, что такое, тебе нужно определенное, допустим, вес поднять или там массу наврать. Я до этого еще борьбой занимался, велогонкой еще, боксом, греко-римской борьбой. То есть я слежу за нашими командами, которые выступают, и очень прямо радуюсь, когда дзюдоисты наши, вольники греко-римские, прямо. И спортивный был очень. И вот это осталось во мне закалкой, там просто есть какой-то, который нужно преодолеть, и все. Я к этому только так отношусь. Чтобы создать вот такую фигуру, получается, нужна просто дисциплина, да? Ну, дисциплина очень большое место имеет значение. Ну, при всех остальных, плюс генетики, конечно, и желания. Самое главное – желание. Если без желания человек занимается, он никогда не добьется ничего, вы знаете. Девушка в чалме. Ага. Кто это? Девушка в чалме, в тюрбане, можно назвать. Опять-таки, это просто захотелось. Она не, я не знаю, это такой собирательный, может, образ. То есть вы ее, это несуществующая девушка? Да, несуществующая, да. Девушка из ваших мыслей? Да, мыслей, да. И такое ожерелье, это что такое интересное? Не знаю, почему-то, когда я его писал, рисовал, и вспомнил свой фильм «Пятый элемент». Какой-то, может быть, там, тайный какие-то эти… Какой-то чип. Да, тайный чип, какое-то мироздание всего у него вот здесь. Женщина-мать, не знаю, вот эта вселенная вокруг нее. Ее вот этот взгляд. Шикарная картина. И мне, знаете, нравятся вот эти вот цвета. Они мне напоминают, у нас в Астане очень красивые закаты. И вот всегда вот такие вот оттенки. В Астане, на самом деле, очень красивые закаты. Мы всегда отмечаем, когда приезжаем в Астану, в Алматы таких нет. И здесь очень низко облака. Да, да, да. Вот вообще, говорю, красиво. То же самое здесь. Я начал вообще другое там писать, и даже видно там. А потом я думаю, ну как-то что-то это. Просто абстракцию сделал. Папа говорит, ну что это? Я говорю, я представляю, как будто вот в Африке какой-то красный закат. И все. Мне нравится, знаете, наше поколение, они такое не понимают. Ну, да. Скажешь, вы не меня, ну, вы говорите, так не я могу. Да, если вы еще скажете, я продаю эту картину за 10 тысяч долларов, ваш папа скажет, вот это? Как в том фильме «Один плюс один»? Да, да, да. Есть, скажешь, тогда я зря работала, получала образование, там сидел уже в Которе. А это вот как-то приходит, да, вот у художника? Приходит, да, да. То есть, вроде бы непонятно, но что-то в этом есть. Да, ты пишешь, даже не понимаешь, что пишешь, потом я говорю, хочу вот эту краску. Мои любимые, вы, может, заметили, краски это черный и красный. Но вы яркие любите краски, да? Я люблю яркие краски. Яркие краски, да. Но при этом вы говорите, что вы закрытый всегда были человек. Мне кажется, что у вас просто профессия такая. Изначально я открытый был, на самом деле. Потом я говорю, это какая-то, наверное, была такая игра, такой, да, я буду таинственным. Зачем, да, с каждым общаться? Это такая мишура, которая проходит, на самом деле. Ну и потом устаешь, наверное, профессия сама такая, да? Конечно, да, да. Устаешь определенно, конечно. Не всегда можешь объяснить человеку, что... Я такой же человек, который могу... Я не могу все время улыбаться таким вот парнем быть своим. Но вы всегда разделяли, вот, Мурат Бесембин медийный и Мурат Бесембин настоящий. Конечно, конечно, разделял. Я думаю, это нормально, надо же уделить. Ты дома, ты отец, муж, и ты образ. Ну, ты нормальный вообще. А как этот образ включался? Вы так выходите из дома? Он такой, так, я Руслан. Чуть-чуть вперед, я пошел, чуть-чуть брови снял, и все. Иногда делаешь специально такое лицо, чтобы тебе меньше подходили, там, меньше там спрашивали. Приходится, приходится. Если со всеми, ты просто вот устаешь. Энергия у тебя уходит. Срываться, ну, я думаю, нельзя срываться. А сейчас вы позволяете быть таким, кто вы есть, да? Конечно, конечно, конечно. Я тут здорово, я сейчас это ценю. Хорошо. Я тебя предупреждал. А что вас не покусали? Вы же не мазали с какашками? Потому что лес знает, кто свой, а кто чужой. А еще у меня есть антикомарин. Ладно, хватит сюкаться. Пора идти на ход. Веди умойся. В одном из интервью вы сказали, что вы не верующий человек, и не при этом, ну, может быть, больше агностик, да? Агностик, да. Сейчас поменялось что-то? Да, поменялось. Я в свое время был практикующим мусульманином. Я читал намазы. Наверное, это было тоже какое-то испытание, когда я подумал, что, наверное, это все такое. Я не призываю там что-то, вот именно там, ислам, еще что-то, религии какие-то, но все равно есть что-то такое. Говорят же, вот, не Бог лечит, а вера в Него. Вот это основное. И вот вера в сверх, какой-то вот космос, я не знаю, сверхсущество, сверхсущность, она очень сильно помогает. Даже когда ты молишься, ну, не знаю, даже своими словами, там еще как-то. Это на самом деле идет от сердца. Это огромная сила, огромная сила. Я в это сейчас верю. И я вот, я говорю, прислушиваюсь к себе, и это откуда, я не знаю, приходит, вот то, что я говорю, на границе не хочу. Из-за того, что там просто, вот не хочу, сам организм мне говорит, не хочу. Более того, я скажу, я хочу в Астану. Почему-то, я не знаю почему, я в Астане вообще равнодушен. Почему и Астана у меня в голове крутится? Звонит врач из Астаны в это время. Лично. И говорит, ну, представился, вот так-то, вот так-то, я вам предлагаю, вот так-то. Сам решайте. Я говорю, вы меня заинтересовали, потом я уже перезвонил, и вот на этом сошлись. И вот, вы знаете, вот это все сходится прямо. И еще какие-то моменты. Вообще, вспоминая жизнь свою, я понимаю, что я все себе накликал. Славу, там, еще это вот, что что актером стали. У меня все сбылось. И поэтому, говорят же, очень важно быть аккуратным со своими желаниями. Они сбываются на самом деле. Рано или поздно они сбываются. У вас не было страха вообще, когда-нибудь допускали себе мысль о том, что не заболеть бы раком? Было, да. Было. Даже я говорю, вот когда было давно, очень сильно забросил вообще, похудел, даже не занимался ничем. Немножко мне не понравилась такая вот человеческая бестакность. Ну, допустим, у казаха бывает, не спрашивай, если похудел человек, не спрашивай, зачем? Может, он больной? Зачем спрашивай? Я говорю, ну, что ты вот такой? Это как бестакность какая-то, я считаю. И когда мне вот так спрашивают, бывают же такие вот люди? Он не со зла, конечно, да. Ну, вот так. А что, братан, с тобой случилось? Что ты вообще там этот? И в этот момент я просто для себя говорю, а вот представьте, человек раком болит, как ему неприятно слышать эти слова. Вот такие вот слова, мысли были. И вот представьте, вот такое происходит на самом деле. И я вот начал, не начал, понимать, что все слова, они имеют энергию. Хорошие, плохие, да. Ну, часто хорошие, да. Так что нужно быть осторожным желанием. Только хорошие желать. И вообще, только хорошие желать. Что дает вам сейчас силы? Что? Это такой обширный вопрос. Обширный ответ, да. Да, сейчас вот, например, вот вы 4 месяца живете в таком, ну, новом для себя режиме, да. И наверняка у вас что-то вот, всегда же у человека что-то будет, да. Раньше это было кино для вас. Такая, знаете, новая роль, да. Новый фильм, новый, ну, вот ваши друзья. Творчество. Творчество. Какие-то там знаниями или там опытом какие-то. И для меня это важно. Очень много знакомых в эти дни. Вот даже в Астане у меня появились. Они приезжают меня, забирают, катают там, куда-то там. Я тоже, знаете, как удивилась, что вы в Астане. Потому что я увидела вообще пост вашей дочери. И я еще посмотрела, интересно, где будет выставка. Я сразу написала, доброй ночи, Диана. Подскажите, а где будет выставка? В Астане или в Алмате? И прессия думала, хоть бы в Астане. А я была в Атрау. Она говорит, Астана, это как, спасибо. Я пишу, Диана. Видите, как сходится. Да, да, да. Я пишу, Диана, а можно я у вашего папы интервью возьму? Она говорит, я попробую. Я сразу написал, окей. Да? Вообще даже не думала. Она мне тоже буквально через какое-то время пишет, окей. А я уже в самолете сижу. Я призываю, спасибо. Вот видите, как тут. Поэтому вот все, что сейчас, если раньше я скептически или говорил, Диана, она часто как работала уже у меня. Ну, пап, вот, короче, вышли, вот такая компания. Я говорю, ну, странно, почему ко мне, зачем? Ну, был немножко вот так вот. Ну, почему тут я, да, там, что они хотят? Ну, вот так вот, какой-то ролик. Боже, какой, думаю, ролик. Это же как-то несерьезно. А сейчас нет. Ну, по чувствам, конечно. Вот чувствую, вот так и делаю. И сейчас я стал доверять прямо своим чувствам. Они практически меня не подводят. Ну, я говорю, может, свыше, я не знаю, какой-то внутренний я открылась, от которой я прислушиваюсь. А откуда это выходит, я прямо не знаю. И это так удивительно. Вот я посмотрела, в Ютюбе очень мало с вами интервью. То есть вы, по сути, вот за всю свою актерскую карьеру, вот к сегодняшнему дню, ну, дали очень мало интервью. Ну, тут одна деталь. Как правило, меня часто приглашали, и это к своему стыду, я скажу, я многих уже рейсов блог ставил, потому что очень сильно наставят. Раз, во-вторых, они все время на утренней передаче, когда я сейчас приду. В-третьих, вот, чуннайтам, это просто говорю, у меня казахский есть, но не настолько, чтобы я сел, и вам прям шикарный сухпад там. И сидеть на утренней прямой репортаже, и трансляции, и я там дэмэ, говорю, это некрасиво было. Объяснять долго, и потом, я конч, блог, знаешь, ты к своему стыду. Потому что я вам напрямую не написала, это через дочу. Ну, вот, бывает, как казахский слис, сухпад там, я думаю, вот сейчас задай вопрос, они задают, и ты сидишь, жарцан, блесен, жарцан, вот, все, потому что словарной запаса мало. И что, говорю, буду сидеть, вот так, ну, так, зачем? Казахский слис, в быту я разговаривал, мне папа с мамой на казахском, и вот так, а вот так, чтобы сухпад такой глубокий дать, тем более, хочется перевести сто процентов, но я буду там сидеть, мякать, зачем? То, что вы открылись и поделились, да, тем, что вы заболели, я знаю, что в нашей казахской ментальности не принято вообще говорить, да, у нас все говорят, шкангай па, шкангай па, шкангай па, маста, да, то есть, тем более вы, да, когда у вас, все привыкли вас видеть таким всегда, здоровым, во всех смыслах, да, здоровенным таким, и вы сейчас не побоялись показать себя другим? Не побоялся, конечно, ну, какой есть, что в этом такое? Я думаю, что наоборот в этом сила, признавать какие-то свои слабые места, в этом сила, если кто-то не признает, он же внутри-то понимает, что он не всесильный, ну, во всяком случае, я считаю, признание своих недостатков, я считаю, это одно из таких показателей, хотя, может, я как бы сейчас начинаю там себя хвалить, нет, признают, там, люди, там, понравилось это, не понравилось, это вообще не имеет значения, ну, такое, принимать, не принимать, не важно, от этого моя жизнь там не меняется, ничего, в моей жизни не происходит каких-то там... Все, что не происходит в нашей жизни, это всегда для того, чтобы мы стали сильнее, да, и я уверена, что вы станете сильнее, что вы выйдете из этой игры победителем, и что у вас все получится, самое главное, у вас есть, я думаю, какой-то план, да? Как я говорил, план «Б» нет, у меня только план один, победить, выйти из этого победителя. Я думаю, что вам нужно использовать все методы, все, что вообще есть сейчас. Определенно, да. Все, что я чувствую, все, что я знаю теперь, от информации, которая ко мне приходит, от друзей, от незнакомых людей, я это все все равно как бы оставил на себе заметки, и я буду через все это проходить, эффективно оставлять, неэффективно, я думаю, тоже, опять-таки, моя интуиция не подведет и скажет, вот это вот работает, даже самочувствие, это все-таки показатель, возможно, это прозвучит как-то странно, но я чувствую себя отлично. Если не считать там, иногда, что ты вспоминаешь, что ты, о, все-таки же это больной человек, ну, если вот это, если вот этот момент убрать, то абсолютно здоровым человеку не себя чувствую. Ну, во всяком случае, мне так кажется, что я сейчас, вот сейчас, 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 вылечусь. Вот чем еще коварен рак? Тем, что человек не чувствует, когда он заболевает, да? Бессимптомно. 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 Это большое вот прям коварство вот этой болезни. Я говорю, как вот, как вот так случилось, да? Вот это бессимптомно, тем более поджелудочная, вот вылечилась, знаете же, она не дает знать о себе, пока там чуть ли не разваливается. Поэтому вот это вот коварство и то, что я говорил, чекапы, нужно проверять, сразу за собой следить. И вообще, это должно быть современного человека, вообще быть такой вот правил. Лайфстайл. Да, лайфстайл, правило жизни, да. Если ты хочешь там долго вообще не болеть, а вообще человек там по нынешним меркам, он очень долго может жить. Сто лет сейчас уже никого не удивляет, да? Да, согласитесь, лет 50 назад это было невероятно. А желательно прожить их полноценной жизнью. Я думаю, это вообще мечта любого человека. Поэтому я планирую тоже полноценно прожить, сколько бы ни отпустили. Еще, мне кажется, классно запланировать вам сняться в каком-то фильме. Это, мне кажется, даст еще больше вам стиль. Ну да. Да, я режиссер, да. Я режиссер так и сказал, говорю, если что, я готов к проекту. Ну, конечно, я там бегать и драться пока не могу, но есть жанры разные кино, то есть приглашайте. С удовольствием поработать. Мне кажется, наоборот, режиссеры должны сейчас воспользоваться случаем, потому что мы привыкли видеть вас таким. И я, честно говоря, мы с вами впервые сегодня познакомились. И когда я раньше за вами наблюдала, вот этот, конечно, образ, он так хорошо к вам, знаете, так... Прилип. Прилип, что ты думаешь, ой, нет. Он, наверное, такой строгий, стронг такой, да? Ну, да, мы же как-то всегда свой какой-то стереотип у нас есть. Мы вроде понимаем это наши мысли, да, а потом встречаешь человека и думаешь, господи, он совершенно такой хороший, приятный человек. Или другой какой-то, оказывается. Да, да. Либо он очень серьезный, оказывается, в жизни. Ну, стереотипы. Мы живем стереотипами, на самом деле. Но самое главное, мы живем. Самое главное, мы живем. И я желаю вам крепкого иммунитета, чтобы ваш иммунитет смог побороть. Что скажете людям, которые оказались сейчас тоже в такой же ситуации и которые тоже борются? И таких людей сейчас в Казахстане много, к сожалению. К сожалению, много. Первым делом, конечно, не затягивать это все. И не бояться ни в коем случае. Это не приговор. Просто вот напишите на стенку, рак – это не приговор. Люди могут спокойно жить и побороть эту болезнь. Самое главное. Самое главное – это вера, допустим, да, у кого кто прямо верится. Кто там… Вера в себя или там в свои силы там. Это очень важно. Поэтому рак – это не приговор вообще. Совершенно приговор. Должен с ней бороться и побеждать. А вот и вы не побеждаете. В большинстве случаев – да. Я желаю вам победы. Спасибо.